Всем привет дорогие друзья, пару слов скажу, основное скажу завтра, в реальной журналистике там будет более глубокий анализ, более глубокая аналитика и тем не менее. Вот этот вот процесс, да, он разделил нашу жизнь на до и после. И это действительно так, то есть если вчера, в это же время мы еще думали, что нас это не касается, судя там какого-то Навального, я вас расстрою сегодня. Вот в этом отрезке после, оно не просто нас касается, оно скоснется в обозримом будущем, причем непосредственно и каждого. Но повторюсь, об этом поговорим подробнее завтра. Процесс, да, действительно был политическим. И политическим он стал не в тот момент, когда приехали на суд 16 дипломатов из разных зарубежных стран, в том числе из стран Большой Семерки, а Большая Семерка это не шутки. Это структура, в которой принимаются решения, касающиеся всего, что происходит на планете Земля. Он стал политическим не в этот момент, он стал политическим, это стало уже следствием. Политическим его сделали там, в Кремле, когда продемонстрировали всем, что Путину наплевать на закон, на любые международные договоренности, но любые нормы и правила, что он готов держаться зубами за свое кресло и никому его не отдаст, и никто ему не указ. Ведь чем плохо был вчерашний процесс? Навальный и его там 2 и 8, по-моему, года, которые ему придется отсидеть, это только триллер, триггер к происходящему. А в реале, что произошло? Ну, в нас-то плюнули, ладно, мы утерлись по привычке и забыли. Это был плевок во всю мировую общественность. То есть, люди приехали, люди все-таки надеялись, что в какой-то момент, может быть, на финальном этапе этого суда, все-таки Путин вмешается и скажет, да, там, кто-то надеялся, что это была такая политическая карта, разыгрывалась для поднятия рейтингов дедушки, что он все-таки вмешается, скажет, что они начинают творить беспределы, бла-бла-бла, как иногда бывало. Но нет, ничего этого не произошло. Более того, тут же начали тявкать какие-то карманные шестерки, вроде Захаровой. И вот это уже серьезно. То есть, мы поссорились, теперь окончательно поссорились со всем миром. Чем-то чревато, очевидно, что будут санкции. И очевидно теперь, что уже настоящие, конкретные серьезные санкции, то есть, не то, что с нами заигрывали раньше, да, там уже после такой обиды, уже вчера в Бундестаге заговорили о том, что хватит с этими ребятами сюсюкаться, давайте-ка серьезные санкции в их отношения вводить. Давайте-ка мы просто арестуем уже у них все, что есть здесь, в Евросоюзе, в Соединенных Штатах. Любые активы имеются в виду не домики там, да, с бассейнами. Вот, имеется в виду вообще все. Все, любые активы, наверное, да, подавляющее большинство россиян говорит, ну и что эти санкции? Ну вы так думаете, потому что вы бессеребреники, вам терять нечего. А тем, кому есть что терять, по ним это будет серьезный удар. Это, во-первых, во-вторых, не надо забывать, что Россия, это очень зависимая страна. Мы очень здорово зависим, наша экономика имеется в виду, да, очень здорово зависит от температуры в мире, от экономики всего мира. У нас ничего своего нет. Когда-то в Союзе было, сейчас нет. Поэтому очевидно, что если санкции, под которые они хотят ввести, о которых они сейчас говорят, они введут, то нам мало не покажется. Это второй момент. Да, ну и третий момент. Вот та война, которую развязал Путин, это же еще и, если посмотреть на происходящее с экономической точки зрения, она требует денег, это очень прожорливый крокодил, это уже вторая война, в которую он нас втащил, да, в которую он нас вовлек. Уже одна идет, холодная, или правильнее будет сказать, информационная, и это стоит кучу бабок. Если кто-то думает, что информационная война, имеется в виду это вот содержание ВГТРК, Первого канала, Russia Today, НТВ и бла-бла-бла, да нет. Это все мелочи и вершины айсберга. Да, даже вот то количество там сотен тысяч блогеров, которые сейчас содержатся, опять же, за счет украденных у нас с вами денег, это тоже слезы. Даже то, что они на тот же Ютьюб, в тот же ТикТок чемоданами носят деньги, да, это тоже слезы. Информационная война, там основные расходы, знаете, на что идут? На покупку разного рода политиков, в том числе политиков категории А. Например, таких, как Шрёдер. Например, таких, как Трамп. И вот это уже вам не ВГТРК содержать. Там бабла надо немерено. Плюс там скупаются какие-то депутаты, политики поменьше пачками. И за все это надо платить. А вот сейчас, ребята, мало того, что рассорились со всем миром, и они будут продолжать поддерживать эту информационную войну, они создали еще неуправляемую ситуацию, ситуацию близкую к бунту внутри страны. Вот этих вот замечательных людей, фашистов в форме, которых мы видели сегодня ночью на улицах наших городов и будем продолжать видеть, которые с удовольствием машут дубинками и сбивают людей. Вы знаете, их кормить надо. Их кормить, одевать, обувать надо. Вчера вот кто-то подсчитал, что на одном ОМОНовце амуниции только надета на 100 тысяч рублей. Но это по нашим с вами скромным подсчетам. Не будем забывать, что такие вещи закупаются через госзаказ. То есть цену можно смело унажать на 3, а то и на 4, потому что часть денег просто разворовывается. Там не из-за любви к родине многие этим занимаются. Плюс армию сейчас внутреннюю вот эту вот ОМОНовско-Росгвардейско-Полицейскую они наращивают во всех газетах объявления, что требуется, требуется, требуются сотрудники. Им обещают какие-то сумасшедшие зарплаты. Деньги на это надо где-то брать. А где их брать? Вот где их брать? Экономика это не тумбочка. Тем более, говорю, сегодня мы находимся в очень непростой ситуации, близкой к 98 году. Об этом тоже завтра в реальной журналистике более подробно поговорим. Ну и в завершение, да, вот очень многие любят. Мои коллеги, в том числе, за последние сутки увидел там тысячи, наверное, сравнений Путина и Лукашенко. Да нет, ребята, это не одно и то же. По одной простой причине, что А. Значит, Беларусь очень маленькая страна. А намного меньше России. Поэтому на происходящее там никто не обращал внимания. Б. Лукашенко, когда он начинал шашкой махать, он понимал, что у него за спиной стоит товарищ Плешивый, который, если что, на эту войнушку деньжат-то подкинет. А вот Путину у кого деньжат-то взять? Кто ему-то подкинет? Ну, Сибирь только, если китайцам окончательно толкнуть уже официально по документам, ну, это приведет к еще большим протестам, к еще большему непониманию. Там где взять денег? Олигархи дадут. Да нет, не дадут. Ну, не дадут ему друзья олигархи, потому что друзья олигархи, а не до тех пор, пока он им дает что-то получать, да, что-то воровать. Когда он с них что-то попросит, дружба очень быстро закончится. Он тоже прекрасно это понимает. Поэтому очевидно, что как только разворуют ФНБ, да, потом пенсионные фонды примутся за нас. И уже начали. Вот сегодня, например, Центробанк объявил, что все с льготной ипотекой, пора заканчивать. Пора вставать на коммерческий рейс. Это значит, что ребята уже думают о том, чем жить дальше и откуда брать деньги. Еще раз повторюсь, более подробный, аналитический, более глубокий анализ сделаем завтра в реальной журналистике. Сегодня, ну, скажем так, анонс. Пока-пока. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok